Привет-привет, друзья! Тема нашего сегодняшнего видео признаки неисправности татчика коленчатого вала. Татчик положения коленчатого вала это электромагнитный татчик, по сигналу которого в системе прыжка топлива производится синхронизация работы топливных форсунок и системы зажигания. Функционирование системы прыжка автомобильного топлива невозможно без участия данного татчика. На основании данных, полученных от татчика, электронный блок управления корректирует следующие параметры двигателя Количество поступающего в камере сохранения топлива Момент подачи топлива Момент зажигания Время и продолжительность включения клапана адсорбера Уголь поворота распределительного вала В зависимости от модели и сложности конструкции двигателя задачи ЭБУ могут меняться При этом ни один блок управления не будет работать без показаний с татчика коленчатого вала В том случае, если причиной неполадок является татчик коленвала признаки неисправности могут быть следующими 1. Холодный или прогретый двигатель не заводится 2. Во время работы под нагрузкой возникает детонация 3. Плавают обороты холостого хода 4. Снижается мощность двигателя Проводает динамика 5. Скачут обороты во время движения Произвольно меняются обороты и т.д. Практика показывает, что датчик коленчатого вала из строя выходит крайне редко Проверка работоспособности датчика синхронизации выполняется при помощи измерения сопротивления обмотки посредством мультиметра Сопротивление обмотки исправного датчика колеблется в диапазоне от 800 до 900 Ом Если вы заметили неполадки в двигателе Самый простой метод определить не виноват ли в этом датчик коленвала это компьютерная диагностика Если диагностика показывает вот эти ошибки тогда вам придется заменить сам датчик кабель или почистить контакты Чтобы облегчить себе жизнь рекомендую купить вот такое диагностирующее устройство Ссылку на магазин оставлю ниже в описании видео Для каждого автовладельца диагностирующее устройство это незаменимая вещь Всего за копейки можно купить автомобильный диагностический сканер Ее легко можно подключить И с помощью вашего смартфона или компьютера вы будете знать все ошибки и проблемы о своем автомобиле Вам не придется каждый раз идти в автосервисе Разница между профессиональным дорогостоящим сканером и обыкновенным дешевым сканером в том, что профессиональные сканеры умеют работать и сканировать разные марки автомобилей А обыкновенные сканируют только автомобили ограниченного производства Поэтому во время выбора в диагностирующего сканера в описании нужно обратить внимание именно для каких автомобилей и с какого года производства машины они работают Ссылку на магазин оставлю ниже в описании под видео Расположение датчика коленчатого вала может различаться у разных автомобилей Основным общее правило при поиске датчика положения коленчатого вала искать его в районе шкива привода генератора Он закреплен на специальные краштейны Отличительная черта датчика положения коленвала Длинный провод с разъемом который идет от нее Итак, друзья, если в чем-то это видео было для вас полезным прошу поставить лайк поделиться в соцсетях и подписывайтесь на канал Спасибо и удачи всем! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!